Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле, Хреб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши. А чего не поет никто? Яко и мы оставляем должником наши, И не веди нас во искушение, Но избави нас от лукаванных. А почему? Чего я спел? Того чина, что ли? Царю небесный, утешителю души истинной, И живи с детствой, и вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю преди всели совны, И очистены от всякие скверны, И спаси Боже души наши. У нас редко бывает сестра. Сестра, благослови нас на занятия. Господи, благослови на проведение этих занятий, Благослови изучать Слово Твое и воплощать его. Помоги нам всем, Господи, так исчислять дни наши, Чтобы нам приобрести сердце мудрое. Тебе за всю славу, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, давайте. Сердце мудрое сейчас будет у нас. Садитесь, получасовое занятие будет короткое. Так, сегодня у нас какое число? 26-е? Да? Нет, 26-го сутка. 25-е? 25-е. 25-е сентября 22-го года. Мы проходим Евангелие от Иоанна, 6-я глава, с 10-го по 13-й стих. Зачем ответ? Зачем ответ? Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус взяв хлебы и воздав благодарения, раздал ученикам, а ученики возлежащим, так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Помните, при советской власти, кто застал советскую власть, везде в столовых были надписи, или перед входом в столовую, или в столовую, везде и всюду. Хлеба к обеду в меру бери. Хлеб... Драгоценность имени сарей. А еще его береги. Вот так. Хлеб всему голова. И песня такая была. Ты запомни, сынок, золотые слова. Хлеб всему голова. Хлеб всему. Это вот откуда пошло все. Понятно? Шестая глава Ивангелетана. Десятый, тринадцатый стихи. Хлеб всему голова. Каждый кусочек, говорит Господь. Соберите, каждый кусочек. Мне вот интересно. Вот мы когда садимся за стол, там, ну, где-то у Игнатия Тихоновича обычно. И чтобы все, что у тебя есть, ты должен доесть. Или показать половинку, допустим. Второго показываешь и вот так. Второго вот так показываешь. Половинку. Так же? Вот так. То есть, допустим, от первого, второе ты можешь не поесть. А первое поесть обязан. А ты мало хочешь, ты покажешь первого половинку. Половинку, половинку первого. А если хлеб, то вот так показываешь. Вот хлебушка, значит, тебе нужна. И все. И потом залезал, и тарелка чистенькая. И кусочки не нагломленные, ничего такие нормальные. Собрали все чисто, аккуратно, великолепно. А в ресторанах вот такая огромная тарелка у них. И там лежит вот что-то маленькое такое. И они всегда не доедают. А там, знаешь, еще по тарелке вот так вот шмаки там чего-то. Рыжего там, красного. Вот так вот это. Нужно за ними гоняться вот с этой штучкой маленькой. Что-то, видать, так как-то едят люди. Режут там все как надо. Они правильно делают. Ну, кусочек обязательно оставят. Тарелка вся измазанная такая. А смотришь старые фильмы. Всегда. Караваюшка, от караваюшки отламывают. И тарелочку за собой раз-раз подотрут. Всегда было такое. Допьют. Там еще. Я помню, допить это было самое главное. Когда нас в деревню привозили на летние каникулы. То наша утренняя еда была такая. Мы сами собирали ягоду. Или лесную клубнику собираем. По околкам. С утра. Прям с росы уже. Или же Виктория, когда идет. То Викторию или малина есть. Малину. И вот такая большая деревянная глиняная миска. Туда вот это ягоды набрасываешь. И вилочками, ложками такими. Ложки деревянные были. Давишь, давишь это все. А потом подходит тетушка и она сахарком посыпает. Посмотрела так еще. Еще сахарку посыпала. Ладно. Детям все-таки. Размешали все это. И потом молока туда. Парного. Все это мешанину сделали. И хлеб. Вот этот каравай со вчерашнего дня. Его нарезали. Такими пышные каравайи были. И вот тебе это кусочище. И ты это черпаешь на хлебушек. И вот так вот все со всех сторон. Там сколько? Пятеро детишек. Шестеро. Здорово было. Приятно. И чтобы все доели. Да там крошечки искали. И вот это там то, что остается. Жишку допить. Потому что все хотят туда. А там же уже глубоко. Никак не долезли. И кому? Маленькому дадут. Ну давайте ладно. Ты там. Ты эту чашку. Вот Господь накормил. Пять тысяч накормил. Ну кто не понимает этого? Пять тысяч. Это очень много. Легион. Да. Пять тысяч. А шестьдесят легионов было. При лучшем раскладе в Риме. Шестьдесят легионов. Всего шестьдесят. Шестьдесят умножить на пять. Триста тысяч человек. Ну это чисто воинов. Всполгательные всякие. Ну это однако. Это не просто сила. Это сила страны ломала. Если люди такие. А тут пять тысяч только мужчин. Плюс дети и так далее. И что-то начали подсчитывать. Игнатик. Значит там были занятия у нас недавно. Он говорит. Ну там что-то двадцать пять тысяч посчитали. Двадцать пять тысяч всех. А батюшка? А батюшка я себе подсчитывал. Он легко подсчитывает. То что не Игнатик. Двадцать пять тысяч. Ну я не думаю что двадцать пять. Ну пускай двадцать. Двадцать тысяч человек пришло слушало Христа. Да это же выборы состоялись уже все. В Луганской области. Христос президент должен быть. Почему его царем-то избрали? Вспомните. Как раз после этого же хотели избрать царем. Всех накормил. Никто ничего не делал. Просто сидят слушают его и едят. И видать едят вкусно. Хлебушек-то был отменный. Уж Господь чего попало не пошлет. Ангельский хлеб, говорит, ели люди. Я захотел жареного перепелочки. Такой хорошей. И с подливкой какой-нибудь французской. На сметане и козьем молоке. И раз, и ем это. Простой кусочек хлеба. И такой вкус и есть. Вот сейчас молекулярная кухня. Приносят. Там вот такая фиглюшечка. Пузырек вот такой. И написано там семга в заливке. В какой-то там с кабачками, баклажанами. Что-то и так далее. Там смотрят. Что это такое? Нюхают. Ничем не пахнет. Раз. Попробуй. Правда что-то есть какой-то вкус. И достаточно организма вот этого вот. Чтоб ты все попробовал. И у тебя организм этими калориями насытился. И всем прочим. Космическая еда. Да, почти космическая еда. Вот так вот. А мы не привыкли к такой еде космической. Дайте нам нормальную еду. Хлеб так хлеб. Чтобы можно было резануть по полной программе Кусмана. И Господь такого давал. Вот в чем дело. По-человечески все. Так. Давайте толкование посмотрим. Что же это такое? Повелевает. Блаженный Феофиланд нам толкует. Повелевает Господь им тот час возлечь. Тот час. Ну, тот час. Давайте все. Ложитесь. Как будто стол уже готов. Все. Возлегли. Ну, и что дальше-то? Есть хотим. Не лежится. Ученики прежде не верили. Однако же теперь с готовностью располагают людей возлечь. То есть, так-так-так. Давайте вот тут вот рядами. Вот тут вот. Вы здесь. Вот вы здесь. Была трава. По времени весна. Ибо была, говорит, Пасха. Не сам. А она месяц. Совершалась первый весенний месяц. Ну, апрель-май. По-нашему. Евангелист исчисляет только мужей. Он следует в этом законному обычаю. Ибо и Моисей исчислял народ от 20 лет и выше. Но не упомянул ни об одной жене. Число 26 глава. Если прочитаем, действительно. Нет. О женщинах как будто их вообще нет. Писание этим сим показывает, что все мужеское, юношеское, ценно и достойно исчисления у Бога. Вот так. Все мужеское. И говорит, жены ваших цикварь, да, молчат. А почему? Потому что мужчины, они и так будут молчать. Ибо они почти не относятся к Богу. У нас сейчас, к сожалению, все наоборот. Женщины заполнили храмы. Правда, молтают там без умолку. А мужиков и вовсе нет. Никого почти. Но если есть, то безбородые. Ну, видать, так что-то принесло их непонятно. Ну, и понятно, молчат. Да, мужики, кстати, не могут разговаривать. Я видел всяких. С капустой в бороде разговаривают. Писание, взяв хлебы, благодарит Господь. Сим показывает, что прежде принятия сим, это значит, этим переводится, что принятие пищи, после принятия, должно благодарить Бога и прежде принятия. По словам же некоторых, он для того благодарит, чтобы до времени страданий укрыться от князя мира, чтобы он по всему действию не почел его за Бога. Кстати, частый вопрос. Но прельстился и обманулся. И таким образом, Крестом был умершлен. Очень частый вопрос. А знал Сатана, что Христос Бог или не знал? И вот редкое одно из таких повествований, в толковании, говорит нам о том, что Господь специально укрывался от Сатаны. То есть там, где можно было бы вообще ничего не говорить, потому что он самовладыка, он сам себе достаточен, он как бы обращается к Отцу. Вот 17 глава, называется, молитва Господня. К Господу он как бы обращается. Отец мой, там, благодарю тебя за то. На самом деле, превосвященническая молитва Господа еще называется она. На самом деле, он не молится, как бы, а идет, как бы, такой отчет небольшой о проделанной работе. Ими, причем, советом Божьим, любви. Отцом, сыном и Духом Святым. Вот, и поэтому запомним место Писания. Евангелие Атраны, 6 глава, 10-й, 11-й, 13-й стихи, нам толкователь говорит о том, что Господь специально скрывает свое происхождение для того, чтобы князь мира не раскрыл его тайны. Ну, как сейчас говорят, вот там операция, что там происходит, Россия как-то там, какими-то хитрыми путями хочет выиграть войну непонятными. Возможно. Вот шахматная игра, это чисто военная игра, для того, чтобы подготовить к бою, разгромить соперника, обхитрить, обязательно обмануть, и так далее. А можно коварно обмануть? Кого-то там убить где-то, там подкупить? Обязательно можно. А можно там что-то там разрушить такое, стрянуть чем-то? Конечно можно. Все это, все, что на убийство идет, там подкупы, все, пожалуйста, делайте. Так работают масоны, для того, чтобы приготовить чистейший путь прихода Машиаха. А мы будем его называть антихриста. Они называют спасителями его. Они готовят этот путь, готовят, готовят и готовят. А что нужно для этого? Нужна политическая обстановка сумбурная, чтобы хаос везде был. Чтобы люди были всеми недовольны. И когда он покажет себя, проявит, они верят в это, что он проявит себя. А они помогут. Ну, немножко, но поможем. И золото, чтобы у него были деньги всегда. И верные люди, которые за идеологию, что идет спаситель, и за деньги, они готовы горы свернуть и положить животы всех других людей. Кроме своих, конечно. Поэтому они хорошо работают, масоны. Отлично. Мы сейчас видим, какой хаос они навели. И в нашей теперь стране. Довели, наконец-то. Долго они этого добивались. И только Россия чуть-чуть хватку ослабила. Ну, как чуть-чуть. Отпустили все страны, какие могли. Показали жест доброй воли, как всегда у нас. И тут же получили под дых хороший такой удар. Свои же собственные земли отобраны. Свои же люди. 45 миллионов взяли, просто так отдали людей. И сделали их полными злобой и коварством на бракер своих через границу. Потому что я другого не могу сказать. Я знаю, что Россия никогда не подготавливала никакой агрессии на Украину. Никогда. Я с украинцами проработал в шахте, бок о бок, два с половиной года. С украинцами. С Луганска, с Полтавы, с Киевщины, с Донецка. Шахтеры. Которые уголь там добывают, остальные там металлы всякие и так далее. Они там на Колыме, хорошие деньги хотели заработать, туда приехали. И попали как раз в самый вот этот. И стали украинцами, уже там, будучи в России. И они все, мы украинцы, мы украинцы. Тыка ЦАП, тыка ЦАП. Тебя не принимаем в нашу банду. Все. Вот такие вот. Они всегда такие были. Я говорю, а что, при чем, что я вам сделал плохого, я не понял. Да вы, русские, всегда такие были. Все, разделились по ментально. То, что я маленьким, маленького меня называли, КаЦАПом, хохлята. Все это вылилось, когда я во взрослом возрасте, я стал взрослым. Это невероятно. И вылилось в войну в конечном итоге. А все почему? Потому что нету почтения к Господу Богу. Не бояться Господа Бога. Можно я тоже вставлю свои 10 копеек? Я училась в украинской школе. У нас не было такого разделения. КаЦАП, не КаЦАП. А где ты училась? В Донецкой области. Это, конечно, не западная. А, ну это не западная. Вот на западной Украине там было такое. Не западная, да. Что там, ну, не дай бог ты на русском языке скажешь. Да, но я когда работал, там не было одних донцов. Там один, может, был с Донецкой, может, два. А так там были с Полтавы, были с Киевщины, были. Даже, наверное, кто-то был с Черниговщиной. Еще, я так вспоминаю. Этот мастер горный у нас был, с Киевом учился. А сам откуда, я что-то не знаю. Так что, Галь, это, ну, ты где-то не застала. А я в России застал это. В России застал. Да, ну, как-то тебя пронесло мимо. Или не вспомнил очень. Нет, это же не один год я училась. Вся моя школа сознательная, с 1 по 11 класс. И никогда не было никакой такой дискриминации. Это уже случилось после. После вот этого поколения, за 30 лет выросло, которое стало вот делить, там, как ты говоришь, кацак, не кацак. А, ты еще при советской власти училась? Конечно. Утро. А я училась в Горнавтайске. А там алтайцы. Свою. То есть алтайцы внутри России. Все. То есть малые народы, они всегда... Национальные. Национальные друг с другом. И как только у них появляется возможность тебя где-то... Ущемлить. Ущемлить, они обязательно ей воспользуются. Поэтому это... Это не зависит от... Не зависит от... Как это национально. Нет, ну мы это видим не только Украина. И прибалтийские страны существуют. И Финляндия там все. Понятно, да, понятно. Бога нет и нет. Хотя они православные. Православные храмы нет. Да, это все потому, что Бога не боятся. А Господь, почему Господь такой смирение показывал, кротость. И сатане просто в ум не пришлось, что владыка вселенной может просто присмыкаться перед этими людишками. Дело воскрешает их, здравие дает им, еду. Что-то там с ними ходит, вошкается, владыка. Снизошел до людей. До этого быть не может. Не может быть. Неужели он такой слабый? Он-то думает о Боге, что Господь сильный, он с ним борется. А на самом деле он побежден уже давным-давно и сброшен с неба. И как он это понять не может? Он же уже сброшен кровью Агнца. Летает здесь и не понимает, какой кровью Агнца. Он не видел Христа еще. Хотя Христос небо, землю сотворил и все прочее. Христос Слово делал это все. А Дух Божий все это созиждил. Ну то есть я не мог понять. Почему? Потому что вот такая была Господом допущена тайна домостроительства. Господь попускает. Давайте еще раз прочитаем. По словам же некоторых, Господь для того благодарит, чтобы до времени страданий укрыться от князя мира. Чтобы он по сему действию не почел его за Бога, но прельстился и обманулся. И таким образом крестом был умершлен. То есть он благодарит Господа, Господа Бога, для того, чтобы сатана обманулся. Он мог просто сам все это сделать и никого не благодарить. И тогда сатана посмотрит, как так он никого не благодарит. Не может. Значит он бы начал присматриваться. А здесь он уже его проверил в пустыне. Господь ответил ему священным писанием. Ничего нового он не услышал. Он был как бы им отбит нападение. То есть, ну видать такой сильный человек. Все-таки 40 дней же были еще у нас кто? 40 дней постились. Кто? Моисей постился два раза по 40 дней. Илья. И? Пророк Илья, да? Нет. Пророк Илья, да? Да. Не знаю. Илья. Ездра, он там 21 день постился. На нектаре цветочном. А Илья, он 40 дней постился. При каких условиях он постился? Там есть прямо написано. Пока шел куда? Вдове. В землю Сарепскую. Ну да, это туда он шел. И шел он 40 дней. Пробирался. Не шел он, пробирался просто. Чтобы его эти... Полиция и завели не захватила. 40 дней. И ничего не ел. А когда пришел, там его уже накормили. Вороны там. И так далее. И потом Вдовица Сарепская его накормила. А не Ворона ли его кормили, пока он шел? Нет. Ворона перед тем его накормили, а потом он пошел. Там такое было. И потом уже Вдовица Сарепская. Давай, дай мне лепешку, у тебя все будет еще. А она сама имела только на одну лепешку. И когда все сделали, у ней все карты, все наполнилось. Так. Господь попускает от хлебов остаться излишку. Не для показания себя. Нет. Но для того, чтобы насыщение мужей не приняли за призрачное. А все бы увидели ясно, что они истинно насытились. Так что и осталось очень много. Как я хочу такого хлеба попробовать. Представь, сели вот так, ничего нету. Вот хлебушек такой. И вдруг все вот так наполнилось. И ешь сколько хочешь. Шведский стол. Но только хлеб и рыбка. Все, больше ничего. Ячмены. То есть запили хлебушек и хватит все, поели. Но можно и хлебом наесться. Да еще как, когда особенно голодный. Когда хлеб вышел. Помните этот Тарас Гульба, когда он два мешка с хлебом забрал. Белым и черным. И проник в этот город, где там осаждали казаки его. И там люди на него бросились, когда в тайну заходили. Он кинул ему муханку хлеба. И они начали тут же его поглощать. И в муках начали умирать. И он, когда пришел к этой поляске-то, говорит, этой татарке, ее служанке. Ты только, говорит, помаленечку и давай хлебушек. По многому не давай. Чтобы не умерла моя невеста. Смотри, я тебе пришибу. Только так можно было. Иначе очень кушать хочется. По сей причине повелевает и куски собрать, чтобы, видя их, более помнили о совершенном чуде. Нужно удивляться не тому только, что оказалось остаток, но и число остатка. Он устроил так, что коробов остатков оказалось ни больше, ни меньше по числу учеников. 12, что все носили. И Иуда не остался без участка. Но и в этом чуде имел бы указание на то, что учитель его, Бог. Ну, когда надо, пришло это понимание к нему. А к нему что-то пришло, взял, пошел, повесился. Ну, не то пришло понимание. Ну, то есть понял, что жестокосердный, нигде не рассыпал, злой. А нужно было, какой он добрый. Вот, чтобы пришло в голову. Тогда бы все на место встало. Странно, мы такие злобные. И вот какие мы злобные есть, так мы и вспоминаем. А если мы рождены свыше, то у нас этой злобы нет. Вот Господь об этом и говорит, что вы верующие. Не можете грешить. То есть мы начинаем грешить. Сатана на нас как бы победил. И мы вдруг раз вспомнили, вот сегодня проповедь была, как врагов любить, как к ближним относиться. И ты вспомнил, и до вечера не оставляй этого в сердце своем. В сердце главное не оставляй. Ты даже можешь не примириться с братом в сердце, чтобы этого не было. Чтобы ты встретил брата, и мир тебе, брат. Все было у тебя чистоты сердца. Поэтому нужно себя блюсти. Вот именно в том, что ты, какие обещания ты Богу давал при крещении. Вспоминать это. Плевал на сатану и так далее. Вся злоба, клеветы, вот эти зависти, ябеды. Все идет от того, что мы себя не соблюли. И поэтому дальше продолжение идет. А если ты услышал что-то доброе от брата, ну надо это как бы принимать и расширять. Вопросы задавать, как правильно было сегодня сказано Виктора Андреевича. Не просто сразу там вершить, ты виноват там и так далее. А как-то спросить, приспроситься, ну и так далее. Ну то есть, почему паниковать-то сразу и отправлять человека в ад? Мы не можем этого сделать. Я не могу никого вот здесь сидящих отправить в ад, осудить. Я лучше там, а кто-то хуже. Ну допустим, мне что-то Господь открывает, а кому-то не открывает, и поэтому там я что-то превознесся или что там. Я не могу этого, я не могу. Я не знаю, что в душе человека. Там в душе человека чистота может быть такая, что я просто не заморажка, а какой-то подлец. Поэтому пока мы здесь с вами вместе молимся Господу, перед алтарем стоим, у нас пастырь единый для нас. Так что нет, нет. Пока человек не уйдет сам, не скажет тебе, что вы все подлецы. Или как вот доча брата нашего встала, вот и прям улыбаясь. Я думал, она сейчас что-то типа покаяния скажет. Такие глаза у ней, прям и все, погнивает, как сатана делает. Такой восторг какой-то, необыкновенный. Вот это вот называется экзальтация, что называется. Вот я когда Слово Божие начинаю читать, да еще с братьями, у меня какая-то вот нападает на меня, не знаю, счастье какое-то. Одному не так. Я сейчас готовлюсь к занятиям по Ветхому Завету, и Господь что-то мне открывает. И я сижу и сказать некому. Жду-ка, думаю, так, 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 думаю, нет, надо, не Марине говорю, нет, я не могу сказать, мне же надо на занятиях это сказать будет. У меня такое, побыстрее бы сейчас сказать, а все уже, а у меня на 4-й, 5-й стихи, там на 8-й, 20-й стихи. Вы на 1-й, 2-й дайте мне вопрос, чтобы я начал думать. Может, Господь что-то мне открыл, а я сам не знаю. Нет, нету. Сейчас пройду 4-й, 5-й стихи, на них не будет никаких вопросов. Не окажется. Почему? Ну, надо очень желать Слово Божие, любить его, чтобы кому-то рассказать, чтобы люди поверили Слову Божьему. И сказали, как я раньше не подумал, это все Слово Божие. Я открываю сейчас о Свете, о Свете готовлюсь, о Свете говорить. Там такое материалище, кошмар просто. Столько открывает Господь, когда начинаешь готовиться. Ну, по-настоящему так вот все. Ой. Там эти вопросы все, они в стороне остаются просто. Наоборот, еще больше у тебя вопрос появляется ко всему. Оказывается, свет, он не просто свет от Солнца. Не просто, есть просто свет. Безо всего. Василий Великий, 6-й минуты. Там только о Свете, только я не знаю, сколько часов. Да нет, там не так много, тебе кажется. Тебе кажется, не так много там и говорят. Я это все уже повыписал себе. Да, они там говорят, конечно, много, но... Но они это... Столько не знали о Свете, сколько мы сейчас знаем о Свете. И везде загадки все равно. Одни загадки идут. Ну, так дальше. Иуда. Учитель его Бога отсюда получил бы пользу. Хотя по его злобе это обратилось в большее осуждение ему. Вот так. Короба делаются из финиковых ветвей, «А праведник процветет, как финик». Псалом 91, 13 стих. В общем, все рассмотрели. Плоть до короба из финиковых ветвей. Для чего это сказано? Ну, потому что финик, он такая странная такая. Это как бы... Как ананас. Как бы и дерево, и в то же время кустарник. Он собирается из таких, как листьев. И они переплетаются, переплетаются и становятся как... Когда распиливаешь его, они как листья вот так по кругу. Не так, как вот у нас, такие плотные, а такие, ну, не плотный ствол. Из этого финика ничего сделать нельзя. А вот так вот распустить и потом плести можно, потому что они такие жестковатые, в то же время упругие, не ломаются. Это, ну, не наши какие-то цветы, которые засохли. Возьмешь, он прям всыпется. Поэтому было чем заняться у них, было в чем носить. И отсюда вопрос. Почему же, раз у них столько финиковых корзин нашлось, что же они пустыми нашлись? Надо было с собой еды хотя бы взять. Ну, за Господом-то пошли. Может, они по пути все съели? Может быть, и было? Мы все съели. Ну, их было пять тысяч, а тут всего двенадцать. Ну, может быть, и больше их было, конечно. Финиковых, этих финиковых корзин. Но, однако, сколько они ходили? Тут написано, не так много и ходили они. Может быть, они бегали за Господом? А сколько людей много? Ну, то есть, как-то все это было спонтанно, непродуманно. Это не как сейчас там ходят. Давайте там выборы, там, так через два месяца. Все было спонтанно, видать. Как видели, просто бежали. Там в Господе они просто бежали без заглядки туда. Потому что, представь себя, можно исцелиться. А еще там кто-то говорит, он такое говорит. Это у нас сейчас. Ты открыл YouTube, посмотрел там, посмотрел какую страничку там. Это мне неинтересно, это мне неинтересно. Об этом война надоела. Это я знаю. Ну, думаешь, что бы такого? А тогда что-то услышать новое, это было невероятно просто. Я и говорю про это, что не было ничего. А сейчас столько информации в голове. Там только молва доносилась. И дети идут через дорогу. Вот дети, ну, такие, сколько там, ну, до 20 лет даже. Маленькие. И все в телефон. Что же это такое? Причем через дорогу идут. Вот у меня обязательно, если окно открытое, я всегда скажу. Всегда говорю. Нельзя через дорогу смотреть телефон. Осторожней будьте. Тут телевизор. Так и взрослые так, Женька. Что? Тут не только дети, и взрослые так. Девушки особенно. Мужики не так. А вот девушки, да, я заметил. Взрослые девушки, да. Бывает. Но дети в основном все в этих штанищах, в ботах вот таких, черных или белых. Этих клоунских. В рубищах в этих. Сейчас они, это у них мода. Это этот, Джек Воробей. Натурально одетый. Кто видел пираты Карибского мора? Вот, вот оттуда все это. Еще только не хватает на ботинках вот таких пряжек и вот такими бантами. Будет. 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 Все я уже сказал. Короткие штанишки. Широкие вот тут, как помните, этот клоун-то был. Карандаш и Никулин. Вот они вот в таких вот. В этих ботах ходили. Узкие такие штаны. А сейчас это отличная мода. Все вот так ходят. И главное, мелкие такие девки все. Какие-то мелкота. Уж, тут такие вот. Еще рванина вот тут порвана что-нибудь. Откуда взялись? Гавроши какие-то. Я думаю, что это говорит о том, что хотят революции. Помните, как у нас был этот 90-й год, ты этот запел. Перемен. Мы ждем перемен. Каких-то перемен. Вот дождались перемен 90-е годы. Ты этого хотел, Витя Цой? Каких ты хотел перемен? Он успел. А судя по нему, он типа таких и хотел. Тут бандиты. Все его будут вызывать на корпоративы. Он будет бабло рубить. Все будет хорошо. Все. Как круг этот там все остальные эти полуподпевцы. О Боге никто не думал. О благословении Божьем никто не думал. Вот сейчас, когда мы с Сергеем подъехали, там стоят Чагивару. Ломятся в этот клуб. Я говорю, не, Сергей, я не могу сейчас скажу. Я вышел, говорю, куда вы ломитесь? Молодежь. Вы что, не видите, что творится в нашей стране? Вы в церкви ломитесь. Скоро все там на фронте будете. И там уже не до этого будет клуба. Танцульки ваши. Там будете уже о другом думать. Успеть, успеть. А девки там что-то хихи. Я говорю, а вы что, говорю, хихикаете? Скоро гробы будете получать. И плачьте о них, говорю. О ваших любимых вот. Здесь стоящих. И сразу раз, три парня подошли. Начали что-то меня спрашивать. Я им тут же визитки дал. Ну, а что я могу им сказать еще? Читайте. Ну, просто Господь что-то побудил сказать. Тут такая толпа молодежи. И главное, ломятся. Прям туда ломятся. Там толкаются кулачками. Там дайте мне туда. Что там? Ну, что там увидели? Вот это бум-бум-бум. Вот это бум-бум. Ручонками помахать? Да ты иди лучше на турник и качайся. Скоро начнется. Тебе это понадобится. Так, ну вот. Кто еще нам может, кроме толкователя, что сказать? Велел возлечь. Было на том месте много травы. Говорится о том, что Господь нас любит. Видите, травки подложил. О, что вы не просто сидели в пыли. Возлегло. Пять тысяч. Ну, понятно. Пяти тысяч. Просто невероятная цифра. Пять тысяч только мужчин. Понятно. И детей накормил. Ясно. Ну, поменьше дети съели. Ну, съели же тоже. И главное, когда их они раскладывают, то апостолы с каким чувством-то раскладывали их? Даже я не могу еще представить себе. Не могу. Я же не апостол. Что они думали-то. И взял хлебы, благодарения раздал. Ну, чтобы этот сатану тайно, чтобы оставалось ученикам. И раздал ученикам. То есть, он благословляет, поднимает туда к небу или что там. И ученикам. И следующие хлебы. И начинает ломать. Давать куски, давать, давать. А они не кончаются куски. Вот. Представляете себе. Вот. У него там лепешка такая. Он отламывает. Он раздает. А, ну, не кончаемо. Ну, это было уже при Елисеи. Когда там тоже было 20 этих тоже ячменных лепешек. И там их было сколько-то? 100 человек, что ли, этих. И они начали есть. Он благословил. Они ели-еле. И лепешки сегодня убывают. Было такое, как бы. Но это было давно. И кто там знал. И поменьше народу. А здесь столько людей. Это вы как у Господа руки не устали. Ломать это. Ломал-ломал. Сколько он будет. Понимаете. Это время было. Что все накормились. Когда сказали. Господи. А все. Все уже начали откладывать куски. На траву. На траву насытились. То есть они до такой степени люди были поражены этим. Что они не складывали себе в карманы эти куски. А они наедались. И складывали их рядом. Видать ученикам показывали. У нас остатки. Куда девать. Ну, то есть это явно не наше. То есть были в изумлении каком-то. Так что все отдали. И они прошли уже. Все это собрали. А можно было просто команду дать. Заберите с собой эти куски. Пригодятся еще. Нет. Именно собрали. Пред всеми людьми. Сколько было. Набрали. 12 корзин. А корзины-то большие были. Корзинку-то маленькую не делают. Ну, вот как у нас у сестер. Корзиночка принес. Не, они были вот эти. Что двуручные. Что бы таскать-то. Вот такие. Под рыбу можно было. Под все. Чтобы нести так нести. И поэтому. С метра высотой. Ну, может, да. И такая даже. То есть настоящие корзины такие. Не корзинки. Вот. Так, что тут еще у нас. Подарим. И рыбы. Главное, еще и рыбы. А рыбу-то как ломал Господь. Я вообще это слабо себе представляю. Вот. Сколько он говорит тут. Разлежали. Так же и рыбы. Так. Сколько он сказал. Две рыбы, да. И тут есть из недоставок 200 геннариев. Взять. Пять рыбов и две рыбки. Две рыбки. И как он рыбку ломал. Половинку так отдал. Эту отдал. И другую раз раздал. А больше-то нету. Как рыба-то не заканчивалась? Одной. Нет. Вот она, две рыбки. Раз, четыре рыбки. Вот восемь рыбок. Ну, как ядерное. Ну, я понимаю тебя. Может даже сразу 124 рыбки. Но это же, как они появлялись в руках. Ну, как? Калужий Господь. Будь и стало. Нет. Нет. Тут не так было. Тут не так было. Тут это другое. Это другое. Вот именно рыбки есть. И этих рыбок он умножил. Умножал. Каким-то образом. Мы же, конечно, не знаем. Вот хлеб-то его легче. Понятно. То есть ты ломаешь куски, а он там нескончаемый. Нескончаемый, нескончаемый. Другой там берет нескончаемый. Даже этот, может, и не окончился. Он положил обломанный какой-нибудь. Следующий. Тут можно как бы понять. А вот как рыбку-то. Рыбка небольшая, допустим. Ну, там вот так кусочек второй. А на его руках не кончается рыба. Не, а я так представляю, что он отдал, а уже там оно дальше в руках апостолов само пошло. Они даже сами не замечают. Из корзины подают, а откуда он там берется? Из корзины, ты думаешь? На дне, да, лежит. А, ты думаешь, что у них корзины Господь вот так туда наламывает, а они потом идут и вот так раскладывают? Нет, нет. Ух ты. Он сам упор помолился. Раздал. А они уже раздают дальше. А Господь просто стоит. Ты понимаешь, что такое раздать 12 человекам на 5 тысяч и плюс там еще дети и так далее? Ну, пускай там было 15 даже тысяч людей. 15 и тысячам 12 человек. Я не знаю, когда они закончат раздавать. Ну, не просто. Когда ты увидишь 15 тысяч, ты скажешь, а что сегодня весь город тут собрался, Барнаук что ли? Нет, скажут, тут всего 15. Это очень много 15 тысяч. Ну, кто спорит много? Ну, как в фильме Иисус показали, помнишь? Ну, они свой вариант показали. Там корзины пошли, пошли по рукам. И вдруг этих хлебов у всех, у всех в руках появляются? Непонятно откуда. Не, не, ну, понятно. Не так это было. Он раздал, написано. Понимаешь, вот в чем дело. Раздал ученикам, а ученики возлежащим, так же и рыбы, сколько кто хотел. Вот так. Взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим. Так же рыбы, сколько кто хотел. Вот у тебя пока были люди, хотящие, у тебя в руках была и рыба, и хлеб у учеников. И когда насытились, сказал ученикам, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Ну, то есть, это говорит о том, что мы все должны доедать. Это все, еда вся от Господа. Ну, и то мы видим, как бьются, бились-то за украинское зерно, которое эти русские хотели захватить для себя. И, главное, это все в Африку, все в Африку. И потом посчитали, в Африку уже много зерна вывезли. Отправили ровно два корабля. Так что-то по 25 тысяч. Все. А остальное все, все ушло в Европу. Ловко объегорили Егорку. А африканцам там во все страны летали. В каждую страну прилетели и сказали, русские не дают для вас вывозить зерно. Давайте против них на ассамблее голосуйте. Посчитали, прослезились. В Африку только отправили два. И то не знаю, где они дальше. Куда там 25 тысяч тонн, это не так много для Африки. Африка миллиард людей все-таки, как-никак. И, ну, ты доплыл он до Александрии. А дальше что? Это только Египет пока. А дальше куда? Там еще Зимбабве всякие. И Южная Африка вообще там много. Тысяч пять километров, да? Африка тянется. Пять есть? Ну, где-то в таком пределе. Может, пять, не пять, но четыре точно есть. Да, сверху вниз. Да, сверху вниз. Я подумал, не больше ли? Не больше ли, да, еще. Там только, по-моему, один Нил на 3000 километров. Если брать белый, голубой Нил с озерами, с этими всеми. Да, он пол Африки занимает. Да, пол Африки занимает. Ну, в общем, короче говоря, много очень все это. Поэтому, вот, это очень важно. Хлеб, конечно, важный. И Господь нам показал, как, если мы веруем в него. Я не знаю, как насчет хлеба насущного, потому что, ну, чудеса были, конечно, и есть. Я могу так сказать, чудеса, вот. Вот, у меня жена готовит вкусно еду. Ну, когда я попадаю в Потеряевку, и к Инатию Тихоновичу, у него, понятно, еда другая. Не как у нас дома. Ну, вот, почему-то так вкусно. Я не понимаю, почему. Вот, просто, ну, вот, просто вкусно. Все просто и вкусно. Да. Ну, и в Потеряевке тоже. Ну, здесь готовит Володя. В Потеряевке-то и сестры готовят. И ты готовила, и Вена. И все равно, вот, то ли, вот, братское вот это общение, то ли что. Вот. Ну, в общем, не знаю, почему. Вот, тут я гороховую кашу не ем. А здесь сделали гороховую эту кашу. Положили мне немножко. Я даже рыбу не стал, вот, в этот раз есть. Костистая сильно. Ковретно. Я прям эту ложечку зачерпнул. Думаю, да что такое. Ну, почему у меня в доме каша такая не появилась. Не такая. Не так вообще. Здесь, ну, так вкусно. Я говорю, сестры, как вы готовили? Володя говорит, да я замачивал там, что-то там и так далее. Ну, в общем, не знаю. Вот, Господь такие чудеса делает. А духовная пища должна для нас быть до таким степени бальзамом. Вот, как сегодня. Остались же на занятия. Решились на это. И не зря, я думаю. Да? Конечно. Мы должны показать любое слово Божьем. Вот, Енафа с нами. С нами, як с братами. Братья ее нету. Ну, ладно, она за братьев сегодня ему расскажет. О духовном хлебе. И главное, тут все идет так к тому, что хлеб духовный. Они послушали духовное. И Господь им дал телесное. Материальное. И так же и нам тоже. Сейчас придем домой. И вкусим. И будет нам очень вкусно. И немного будет. И полезно. Так, приготовимся ко вторнику. Во вторник будет у нас праздник постный. Воздвижение. Да, ну понятно. Честного и Желтворящего. Обязательно с рыбой. Честного и Желтворящего креста. А праздники все с рыбой. Даже если в среду. Если праздничный день, то все с рыбой. И этот великий праздник всеми любимый. Отрубление головы Яну Крестителю. Ну, как помните, да? Великий праздник у нас сегодня. А какой? Яну Крестителю голову отрезали. Ир от головы отрезал. Как легенда говорит, что это был Василий Лапкин. В школе, в третьем классе, по-моему. Вот такой у нас должен быть восторг. К праздникам. Потом Рождество Престой Богородицы. Тоже постный праздник. Ир. Престой Богородицы. Продолжение праздника. Нет, ну там праздник это. Там праздник он не постный. Если скоромный день, то значит скоромный. Просто он может в пост попасть. Так, все, да? Ну с Богом. Да мы закончили уже тоже, да? Ну я сказал на полчаса, все. Вопросы давайте. Все, последнее, по-моему, тут предложение. Так, и собрали, наполнили 12 коробов. Кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. А, то есть рыбы не осталось. Остались только ячменные хлебы. Рыба закончилась. Да, наверное, поэтому и она осталась. Потому что 12 кусков. И Господь их взял. Они взяли их. А для чего? Они, наверное, с собой взяли и куда-то уплыли с этими кусками. Ну, то есть вот так как-то. Кто потом их подъедал? Не знаю, родные, близкие. Об этом умол. Сухарики. Да, сухарики. Об этом историю умолчивает. Судя по тому, как Игнат Игнатьич любит сухарики, наверное, что-то типа этого. Итак, Господу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Аминь. Помолимся. И враг Михаил помолится у нас. Завершит все. Достойно есть я, кого есть, и дом положите. Благодарю тебя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим. Без искрения Бога, слово родшую, сущую Богородицу, тебя величая. Благодарю тебя, Господи, за этот день замечательный, за это мирное время, которое ты позволяешь нам еще пожить. Спаси и сохрани нас, Господи. И дай нам в дальнейшем так же собираться. Умужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. С Богом, братья. Спаси Христос, участников.